Здравствуйте, дорогие друзья! Все, все, перед нами Йом-Кипур, которого мы готовились, который ждали. Это день, в котором мы подобны ангелам. Йом-Кипур завершает 40-дневный период очищения духовного. Первыми 30 дней был это месяц Илул, затем 10 дней раскаяния. В этот день Йом-Кипур мы поднимаемся на самую высокую духовную ступень. Мы становимся подобны ангелам, которые отделены от всего материального. Мы не пьем, не носим кожаную обувь, не воздерживаемся от супружеской близости, не умощаемся маслами, не кушаем ангелы. Несмотря на то, что Йом-Кипур обязывает к тяжелому посту, который длится больше суток, в еврейской традиции этот день воспринимается как один из самых важных. Он является торжественным светлым праздником. Мишна в трактате Таанит утверждает, что Йом-Кипур является одним из самых радостных дней в году. Понять это сложно, надо попробовать. В Йом-Кипур Бог прощает человеку грехи и решается его судьба на следующий год. Это значит, что в этот день Небесный Суд присуждает все, что произойдет с нами. В личной, общественной жизни. Каким будет здоровье, какое финансовое положение, будет ли человек в стране живых и будет ли в его стране мир и так далее. Понятно, что в такой день намного легче воздержаться от еды и посвятить его молитвам и просьбам к Богу. Однако, заботясь о нашем здоровье, о том, что на следующий день надо поститься, нам дано указание сегодня, в этот день, кушать очень много. Мало того, написано, что тот, кто в этот день ест больше, чем обычно, ему засчитывается как два дня поста. То есть, ну, абсолютное милосердие. В Йом-Кипур великий день милосердия и снисхождения. Мы понимаем, в общем-то, что не можем оправдать свои поступки в течение года. Нам остается только уповать на милосердие и прощение. Все, других вариантов у нас нет. Назначение Йом-Кипура – прощать, миловать и искуплять. От нас требуется одно – захотеть прощения и не повернуться спиной к протянутой руке. Каббалисты открыли нам большую тайну. В этот день прощения происходит три типа очищения. Первый – это шува, раскаяние. Если мы раскаялись, на какую степень раскаялись, настолько очистились. Второй – сам Йом-Кипур, он очень, так сказать, очищает. И третий – это то, что нам не удалось сделать самим. Тогда страдания и боль посылаются от человека в течение года, и они очищают его окончательно. Что это означает? Что чем больше мы раскаемся, тем лучше проведем Йом-Кипур, тем меньше страданий и боли получим в следующем году. Это великая тайна, вдумайтесь в нее, и многие вопросы решатся иначе. В канун Йом-Кипура, кстати говоря, Любавический Рэбе дал потрясающий ответ на вопрос, будем ли мы поститься в Йом-Кипур после постройки третьего храма. Если, например, перед Йом-Кипуром, вот сегодня прямо спустится храм, как будем, кушать или нет. И ответ такой, если Йом-Кипур выпадет в дни празднования третьего храма, открытия, мы не будем поститься. Ведь именно так поступили евреи в праздновании и завершении постройки первого храма. Сказано в Талмуде, в этом году не делали они Йом-Кипура. И Раша говорит, что все дни перед Суккотом все был сплошной праздник. Поэтому, смотрите, есть вариант и другой, что, может быть, сегодня спустится с неба, храм придет в Мошеях, и мы с вами вообще будем кушать. Шутка. Человек, а может и нет, человек должен в этот день вернуть себе душу, говорят люди, мудрецы. Рассказывают, что Рэба Искотска однажды спросил у своих учеников, где находится Всевышний. Они сказали, разумеется, повсюду. Он сказал, это неверно. Он находится там, куда его впускают. Вот в этот день нам надо впустить Бога в себя как можно глубже. Человек должен преодолеть все внешние преграды, внутри себя преграды, и обнаружить Всевышнего внутри себя. Что надо обрести душу в этот день. Чтобы обрести эту душу, нам надо выйти за пределы внешнего мира, найти в себе глубину. Вот суть этого дня. Еще одну тайну рассказали нам мудрецы. В этот день можно говорить таким образом. Обращаясь к Богу, можно сказать, поправьте, сказать, мы грешны перед тобой. Многое с того, чему ты нас обязал, мы не выполняли. Иногда по незнанию, иногда по нежеланию. Нередко по отношению к близким, к знакомым были не на высоте. С другой стороны, прошедший год для нас был тоже не таким, как нам хотелось бы. Было много переживаний, разочарований, болезней, боли. Так что давай, Господь, договоримся. Давай простим друг другу. Дай нам хороший, радостный, счастливый год. А мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы исправиться. Ну вот примерно так. Гмар Хатиматова, надежный печатинам, скрепляющий хорошее для нас решение наверху. Я уверен, что все, кто слушали эти уроки, они обязательно получат хорошее решение. Брахавы от слаха. 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 Продолжение следует...